В живописном уголке находится Загорянская школа номер 2. Свежий, практически лесной воздух поселения ценят многие жители Подмосковья. К сожалению, с благами цивилизации дело здесь обстоит сложнее. Актуальный для учреждения проблемы с педагогическим коллективом обсудил депутат Мособолдумы Владимир Шапкин. В рамках рабочего визита парламентарий оценил материально-техническую базу школы. В школе здесь замечательный коллектив, достаточно хорошие условия. Но это труд коллектива школы. Понятно, что нужно помогать. Здесь есть проблемы с канализацией, есть проблемы со спортивной частью, с другими моментами, как спортзал. Есть соответствующие программы, в которые необходимо попасть. Чтобы в них попасть, нужно софинансирование, нужна активная работа местной власти. Одной из самых больших проблем школы является отсутствие канализования, водоотведения достаточно сложно модернизировать из-за отдаленности действующих сетей. Необходимы значительные затраты из бюджетов федерального и регионального уровней. Так, по словам депутата, на данный момент в области есть определенные предпосылки для формирования программы капитального ремонта старых школ, к включению в которую помогло бы решить задачу. Владимир Николаевич поставил перед нами задачу, чтобы не ждать, когда эта программа заработает, а уже готовиться к ней заранее, подготовить проекты. И как только программа вступит в свою силу, мы с этим проектом тоже к ней присоединяемся. Также важным вопросом является развитие спортивного ядра школы. Площадь для установки полноценной игровой зоны здесь достаточная, однако оснащение оставляет желать лучшего. Если мы хотим поколение здоровых и активных граждан воспитывать, то должно быть это спортивная ядра, которая включает в себя три компонента – беговой, силовой и игровой. Самое главное для нас – это отсутствие централизованной канализации в нашей школе, отсутствие горячей воды и вопрос устройства стадиона для детей. В ходе рабочего визита в городское поселение Загорянский Владимир Шапкин также посетил детский сад номер 56, взял на контроль несколько существенных вопросов по модернизации материально-технической базы учреждения. Самое главное – это крыша. Нужно перекрывать благоустройство территории. Депутат отметил, что в будущем в Загорянском востребовано строительство новой современной инфраструктуры для сферы образования. Однако в ближайшей перспективе необходимо решить самые насущные проблемы оснащения действующих учреждений. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...